добрый день дамы и господа с вами я александр малков вы на канале коптер тайм и у нас сегодня экшен 2 диджей выкинули слово осману его вот просто экшен 2 есть у нас верхняя часть камеры которая ну сама камера есть нижняя с экранчиком то есть у нас в принципе полный комбо комплект и это хорошо еще у нас есть gopro 10 естественно это лидер на рынке экшен камер на данный момент посмотрим будет ли экшен круче чем gopro мы будем рассматривать их формате именно экшен камер то есть это не какой-то закос под кино камеры или еще что то то есть мы будем смотреть на их размер вес на простоту их использования монтажа ко всяким велосипедом груди шлему чему угодно и как крепление вообще работают потому что магнитики у экшен вызывают вопросики отвалится она не отвалится время работы сколько она может писать как она будет вести себя в холоде в общем главные параметры именно для экшен камер но естественно не убиваемость тоже потому что сами понимаете у меня за этот год уже три gopro ушки по моему ушло вот и не убивались это очень важно давайте проведем все эти тесты и решим кто же победит gopro или экшен или они будут вместе сосуществовать и нужно будет покупать обе камеры надеюсь что не придется но тем не менее давайте посмотрим первое про что хочется сказать это вес и размер камер в три раза легче 56 грамм против 153 здесь цифры я уже запомнил хотя я их записываю сюда потому что память не к черту зато трудовик научил пользоваться штангенциркулем и я померил 22 на 39 на 39 у экшен и 28 на 71 на 49 у gopro причем gopro я мерил вот здесь вот в тонком месте а не там где линза тем не менее она здоровенная интересный факт камера выполнена в стиле gopro session 5 или просто сэшн 5 это старенькая камера от gopro которую очень любили fpv пилоты ну вот она вернулась в таком виде и это диджей интересно как циклично развивается история потому что пару лет назад когда еще была семерка диджей выпустили экшен 1 это была осмо экшен 1 и она абсолютно такая же как десятка у нее такой же большой экран до который gopro дошли только в двадцать первом году она такая же по форм-фактору такая же блин тяжелая и тогда она снимала на уровне семерки но это ладно это такое лирическое отступление идем дальше почему я так заостряю внимание на весе и размере если вы занимаетесь спортом и вы скорее всего им занимаетесь вам же экшен камера нужно не просто так так вот цепляем ее на грудь на голову на селфи палку с которой мы катаемся там по снегу воде земле чему угодно и в определенный момент если камера очень тяжелая хочется просто убрать ее в рюкзак и закончить на этом съемку хорошо если не каталку экшен в три раза легче и значит кататься вы сможете но чуть ли не в три раза больше за счет веса это очень круто очень здорово про это мы еще вернемся когда придем к даунхилу там у нас есть мнение местных экспертов с красной поляны которые профессионально катаются они как я и последнее про что хочется сказать это fpv дроны fpv дроны и легкие камеры это круто fpv дроны и тяжелые камеры это не круто потому что летать они будут меньше тяги у них будет меньше и будут они не такими классненькими а с этой камерой все здорово ну не совсем на самом деле все потому что есть свои подводные камни и у нас будет отдельный кусочек про fpv и вот тогда там и и перемоем косточки экшен 2 следующий важный момент про который обязательно надо сказать это неубиваемость непотопляемость и вот это все ну с непотопляемостью все довольно просто те же самые 10 метров что там что там без кейса естественно в кейсе она будет плавать глубже если вы без кейса вдруг захотите засунуть gopro или экшен на большую глубину ее раздавит давление воды я вам говорю как эксперт идем дальше камера полностью металлическая я про экшен она супер неубиваемая мы ее роняли остались маленькие коцки ничего страшного с ней все окей естественно может разбиться передняя линза естественно может разбиться задний экран тильта и small rig уже выкатили свои клетки для нее то есть можно поставить на магнитиках приляпать защитную линзу md фильтры все остальное можно заряжать ее по тайп си прям главный вот этот модуль если у вас клеточка от тильты в общем много много всяких обвесов сейчас вы их видите на экране можете зайти по ссылке в описании посмотреть там уже все готово все классненько у gopro все немного по-другому у нее пластиковый вот этот вот защитный фильтр и защитный фильтр на линзочке его можно снять заменить на новый если вдруг он у вас разбился вместо него можно поставить эндешечку то есть тут вариантов замены гораздо больше они гораздо проще то есть здесь если вы не поставили защитный фильтр и копнули ее то скорее всего это ремонт какой-то будет диджай я подозреваю будут поставлять запчасти в виде вот этих вот накладок с защитным стеклом который перед линзой идет а здесь все просто приляпали новую защитку и погнали но здесь камера не полностью металлическая экран сзади побольше но и линза довольно сильно выпирает то есть на нее первый удар приходится так что здесь я бы наверное дал ничью камерам потому что здесь с апгрейдами в принципе она становится вообще неубиваемой а здесь очень быстро меняются вот эти вот фильтрики что на самом деле здорово следующий очень важный момент это время работы и тут естественно экшен не побеждает побеждает gopro старая добрая жирная тем более десятка с новой батареечкой работает просто супер но эта маленькая камера записывает 25 минут при 4к 50 кадров ей хватает своей внутренней памяти вот ровно настолько 25 минут много или мало ну для одного спуска этого достаточно то есть если вы катаете down hill катаете сноуборд лыжи то для одного проезда в принципе как раз вот и хватает 4к 50 кадров я надеюсь что я в прошлый раз сказал также так вот 4к 50 кадров записывает 25 минут это окей здесь записывает естественно намного дольше потому что сменная флешка сменная батарейка пиши сколько хочешь но важный момент сейчас мы будем немного углубляться у нас есть вот такой вот экранчик есть модуль без экрана который просто батарейка и флешка если мы вот так вот присоединили то время работы увеличивается до полутора часов примерно что уже довольно много у нас версия с экранчиком поэтому так прищелкивается и можно смотреть в экран на себя любимого когда снимаете вот таким вот образом но есть версия без экран то есть такой же абсолютно модуль нижний но он без экранчика здесь просто глухая металлическая стенка это просто батарейка картридер и зарядка вы откатали например какой-то спуск поставили сливаться и параллельно воткнули зарядочку вот сюда у нас заряжает сразу и нижний модуль и верхний доехали до верха вы щелкнули верхний модуль батареечка у вас валяется на пауэрбанке скорее всего если вы катаете то он у вас по-любому есть в рюкзаке потому что телефоны разряжаются супер быстро на морозе вот и валяется этот модуль с пауэрбанком пока вы доехали до низу он опять зарядился вы его снова подключили он подпитал верхнюю часть в общем классно так что если вам нужны будут дополнительные батарейки берем просто модуль не с экраном без экрана то есть этот модуль с экраном вообще версия камеры комбо с экраном она такая больше для людей которые вот так себя снимают ну либо если вы будете ставить ее на селфи палку и вам важно кадрирование хотя настолько широкий угол что ну вы по-любому не промажете если даже вытяните на руки на руке и вот так вот этого уже достаточно то есть для всех кто не снимает себя с вытянутой руки или селфи палки но экранчик наверное не очень нужен а если вы хотите режим блогера то экранчик нужен чтобы понять насколько пригодна action 2 для съемки блогерских таких историй себя как я делаю сейчас в правую руку я взял iphone 12 pro в левую соответственно action 2 картинка очень разная я уже вижу что на action 2 на естественно намного намного шире на айфоне более правильные черты лица но пропорции имеют потому что если на action сделать такую же крупность но выглядеть это будет довольно странно то есть для кого-то это будет плюсом потому что камера все-таки облегченная для кого-то кто хочет кататься долго ничего не менять и писать и писать и писать часы видео это будет естественно минусом здесь action проигрывает и естественно поскольку пытаюсь я на сноуборде большую часть времени это мой любимый снаряд скажем так надо было сделать тест на мороз у нас сейчас ранняя осень точнее середина осени но здесь довольно тепло сочи пришлось использовать морозилку вместе с сальцем мы положили обе камеры друг напротив друга и включили запись full hd 25 кадров чтобы у нас хватило на подольше флешечки и они лежали писали 45 у action 2 минут записи то есть 45 минут на морозе она прожила и вырубилась это нормально потому что у нее и флешки то если в 4к 50 кадров хватает на 25 минут то есть один раз спустился воткнул батареечку она так не слабо нагревается во время зарядки поэтому как раз прогреется до следующего спуска и снова поехали то есть мороз не проблема у упро 10 с новой батареечкой бодренькой хорошенькой час двадцать час 20 это вообще супер учитывая что батарейки сменные то его прошка 10 мороза не боится но возможно где нибудь в шереге же в хибинах при минус 30 и все изменится в морозилке примерно минус 18 и обеим камерам в общем-то было окей теперь давайте про крепление камер к всему на свете но с гоупро понятно это уже такой стандарт для экшн камеры мне кажется все производители экшн камер любые там китайские китайцы делают вот эти замечательные гоупрошные пушки которые подходят к миллиарду аксессуаров если вы смотрите это видео скорее всего у вас уже есть это крепление для гоупро с ними все просто и понятно гоупро привинчивается таким нормальным винтом и никуда она не денется это окей а вот тут есть вопросики магнитное крепление звучит очень ненадежно то есть если это какой-то экстрим спорт прыгнули упали долбанулись камера отвалилась в кусты маленькая серенькая вы ее потеряли но крепится она на самом деле не на магнит на магнит она просто делает чпынь а крепится она на две металлические эти проушины на два специальных крепления которые фиг оторвешь то есть она никуда просто с этих креплений чё с ней не делай не отваливается мы проверяли цепляли ее через такое же крепление магнитное на велосипедистов куда вы уже только не цепляли не отваливается важный момент есть стандартное крепление вот такого форм-фактора это для штатива и просто так поставить плюс можно прицепить но после откручивания дает вам возможность снять пленочку и приклеить как у гоупро и есть вот такое крепление один в один как гоупро опять же также прилипает все классненько но вот это вот часть не совсем стандартная она жирненькая и жирненькая здесь это не очень хорошо это у меня было крепление вот оно стандартное крепление оригинальное гоупро от нашей девяточки утонувшей пришлось дорабатывать древелем то есть подрезать вот эти вот проушины делать их чуть чуть тоньше чтобы у нас камера сюда вошла это не очень круто по отношению к потребителям джай делайте эти штуки тоньше это не нормально но тем не менее впихнуть это все можно если силы хватает а если еще чуть-чуть шкурочкой то вообще прям супер свои крепления естественно все встает отлично так вот с магнитом мы разобрались все супер надежно то есть берем за эту штуку но никуда вот не слетает ни разу у нас не отваливалась все очень надежно но вы знаете что есть такое крепление как шнурок шнурок выглядит как шнурок с креплением крепление состоит из двух частей основная часть на шнурке и вот такая вот магнитная штучка которая делает чпынь к ней камера чпынь и тоже все прям супер надежно никуда не отваливается но это очень казуальная штука здесь она держится исключительно за счет магнита то есть все таки оторвать ее отсюда можно ну и собственно отсоединяйте вы ее руками понятно то есть при каком-то большом ударе при очень сильной тряске она может вылететь эта штука нужно исключительно для того чтобы ее так вот чпынь на себя одели и пошли снимать вот от груди то есть это не экстрим вариант а такой больше блогерский если вам нужно еще экранчик можно сюда и экранчик прилепить наверное сделать это только хитрым образом так вот так и вот так вот таким образом и у вас камера продолжает снимать еще и в она еще и заряжается и писать может сразу на флешку в экранчик так что крепление это просто бонус не рассматривайте его как экстрим девайс для экстрим девайсов есть другие варианты креплений поскольку у осмо магнитное крепление снизу я подумал что ну естественно родные крепления это хорошо но магнитик же можно куда-нибудь примагнитить в ненормальное место поэтому мы берем камеру и ставим вот сюда посмотрим насколько это будет хорошо плохо лишимся ли мы камеры мы еще не сняли половины тестов точнее мы сняли половину тестов стакан же наполовину полон ну поставим чем камеру сюда посмотрим что она сможет записать со стабилизацией и чтобы понять как стабилизация работает сделаем без стабилизации ну то есть будем сравнивать насколько это круто или не круто дорога здесь ну такая средненькая она из бетонных плит и она по серпантину так что проблемы должны какие-то быть после тестов на машине стало понятно что в общем-то небольших скоростях можно примагнитить камерку к машине но делайте это на свой страх и риск то есть у нас она не отвалилась там были такие небольшие кочки это была бетонка и ехали мы по серпантину километров 40 в час камера не отвалилась но с вами может так не получится так что я не буду вам советовать вешать ее на машину или на какие-то двигающиеся средства транспорта но тем не менее помните что вот здесь магнитик и она все-таки работает то есть например когда мы писали тесты с таймлапсами я ее поставил на перила балкона она примагнитилась я был абсолютно спокоен за нее то есть она хорошо четко туда встала а гоупро все-таки стояла ну понятно что никуда не упадет но ворона ее могла умести а ее нет неочевидный но важный момент для спортсменов чтобы обе камеры можно было использовать в перчатках и вслепую одновременно причем то есть например поставил ее на шлем и хочешь включить или выключить и понять что ее включил или выключил что тоже очень важно и делаешь ты это в перчатках не глядя на камеру здесь кнопочка такая чуть-чуть выпуклая есть кнопочка нормально выпуклая в этом плане gopro удобнее экшен чуть чуть менее удобно но экшен при включении и выключении записи вибрирует это супер круто то есть если я например выставил руку в окно машины и нажал на запись то она мало того что запищит она еще и завибрирует и я это чувствую экшен камеры созданы для того чтобы делать классные кадры днем ночью их полномочия как бы все днем мы сравнили картинку обе камеры показали себя но в принципе хорошо больших каких-то отличий я не заметил может быть у gopro чуть чуть больше детализации хотя ощущение что наваливается это все-таки на программном уровне по факту ну снимают они примерно одинаково я не заметил разницы учитывайте что у экшен гораздо более широкий угол то есть если вам нужно например зацепить ее на грудь чтобы вам было видно руки и руль велосипеда то это классно а если вы хотите показывать какие-то более удаленные объекты то это не классно то есть широкий угол это не преимущество и не недостаток это просто вот такая особенность учитывайте ее при выборе камеры какая вам нужна с углом пошире или с углом поуже когда мы катаемся естественно надо свое хей записать не только видео но и звук правильно правильно поэтому давайте потестим звук очень важный момент для экшн камеры это звук поэтому сейчас мы слышим звук с gopro 10 это просто голая камера без каких-то дополнительных микрофонов а сейчас мы слышим звук с экшн 2 от диджай у нас стоит нижний модуль чтобы я мог себя видеть и в нем же напихано микрофончики вот такой вот звук теперь давайте проверим звук без нижнего модуля а теперь звук с gopro 10 и звук с экшн 2 у экшн 2 мы сняли нижний экран так что я себя не вижу но тем не менее на верхней части основном модуле камеры тоже есть микрофон и звук идет с него еще раз звук с экшн 2 и звук с gopro 10 по итогу на мой взгляд или слух как это правильно сказать камеры ну примерно опять же по звуку одинаковые может быть с нижним модулем экшн чуть лучше делает звук чуть чище а у gopro он такой больше как из бочки но по большому счету обе камеры со звуком работают хорошо теперь давайте поговорим про таймлапсы я вообще на самом деле небольшой фанат экшн камер и возможность записи таймлапсов меня в общем-то радует потому что это для меня очень полезная штука взять маленькую маленькую камеру куда-то ее поставить и записать классный таймлапс вопрос насколько они классные тут очень по-разному у обеих камеры тут и действительно можно сравнить gopro умеет писать видео таймлапс то есть выбираете интервал выбираете продолжительность и она пишет все окей получается в итоге видео эта камера тоже умеет также делать тут все в общем-то примерно более-менее одинаково у gopro опять же детализация на мой взгляд чуть чуть лучше но картинка выглядит перешапливой даже несмотря на то что резкость мы у нее понизили программно в камере все равно получается какая-то более такая звенящая картинка и вот посмотрите на картинку с black magic pocket cinema camera 6k pro версия вот так должна выглядеть как бы эта картинка чтобы мы понимали какой-то вот ориентир чтобы у нас был от чего мы отталкиваемся про это все понятно видео естественно они пишут таймлапсы средний таймлапсы должны писаться прав фоточки и вот тут начинается интересное gopro умеет записывать таймлапсы в jpeg и в рав и при этом она пишет с минимальным интервалом в 5 секунд то есть пять и больше это не очень здорово хотелось бы конечно поменьше и тут есть один момент если вы пишете таймлапс в рав то это будет рав gopro шный и например просто взять всю эту последовательность фотографии и закинуть в davinci вы не сможете вам нужно загнать ее в lightroom оттуда экспортировать как днг нормальные и тогда уже davinci ее схавает можете с ней что-то делать здесь мы можем записывать одновременно видео и фото и это офигенно объясняю почему вы записали таймлапсик сможете его сразу посмотреть тут здесь тут будет последовательность фотографии они будут просто листации вы будете такое слайд-шоу смотреть а тут полноценное видео сразу если вы понимаете что фигня взяли и удалили без зазрений совести ну и плюс эта камера пишет в нормальный днг то есть можно сразу кидать в таймлайн монтажечку сразу все подправить подкрутить и будет классно плюс ко всему видео плюс днг она делает с интервалом 2 секунды ну 2 и больше соответственно что очень здорово то есть 2 секунды это уже такая приемлемая цифра 5 секунд это все-таки многовато для некоторых сценариев потому что один кадр в 5 секунд значит чтобы сделать нам 10 кадров нужно 50 секунд 20 кадров это 100 секунд а это еще мы даже одну секунду видео не записали а потратили уже почти две минуты реального времени так что таймлапсах action полностью безоговорочно выигрывает ну да и днгшки после преобразования через lightroom у гоупро выглядит примерно так же как и в action и мы можем после небольшой цветокоррекции обработки привести их примерно к такому же виду как и у серьезной кинокамеры естественно детализация там резкость похуже но по цветам все уже более-менее понятно потому что и там и там прав что у кинокамеры что в этих двух малюток стабилизация видео у нас на тестах была правда девяточка но девятка в принципе тоже окей не было у нас десятки во время того как пацаны пошли катать downhill крутых райдеров найти не так уж и просто тем более мы хотим выпустить этот обзор побыстрее поэтому action сравнивается с gopro 9 и стабилизация у action ну получше особенно учитывая все комментарии велосипедистов давайте все-таки их послушаем и посмотрим картинку ну что же я начинаю тестировать на подъезде к байк парку непосредственно перед заездом байк парк хочу остановиться для того чтобы понять какой угол позиционирования камеры мне выбрать сейчас на камеры нету ветрозащиты посмотрим как она пишет звук в этих условиях и как пишет картинку заявлено более широкий угол чем у gopro то есть по сути в камеру должно попадать вообще все сейчас даже больше чем обычно на супервайде в gopro раннее утро я конечно же прошу прощение за мой немного помятый вид и теперь мы сравниваем ширину угла на камере gopro 9 в режиме супервью и на камере диджей action 2 в режиме тоже супервью но вот на фронтальных мониторах мне уже видно что на диджайке угол шире посмотрим как это скажется в катании на экшене чтобы будет попадать в камеру что останется за кадром и у какой камеры все-таки картинка будет интереснее в конечном счете кстати да говорят что с дополнительным вот этим фронтальным монитором диджей пишет звук лучше чем без него то же самое мы сейчас сравниваем звук я говорю для того чтобы сравнить звук сейчас я отсоединю фронтальный монитор вот этот вот дополнительный модуль будем отсоединять и проверим что со звуком как он изменится отсоединил фронтальный монитор дополнительный блок в тот момент когда камера записывала и камера даже не перестала записывать продолжила снимать вот посмотрим изменился ли в процессе вот этого отсоединения звук качество звука или ничего не поменялось в руках кстати вот этот кубик диджайка начинает немножко нагреваться так начинаем заезда и сразу же видно что освещение в парке плохое посмотрим что это сделает что это как это скажется на картинке в общем ребята сейчас у меня камера диджай установлена на груди а gopro висит на голове но про девятка висит на моем легком контрейном шлеме и я вам скажу это мало прикольное обстоятельство голову вот этой вот тяжелей тяжелющей камеры прямо наклоняет от стороны в сторону шлем сползает и держать ее очень тяжело на голове где-то в середине спуска я поменяю эти камеры местами для того чтобы понять насколько лучше на голове будет ощущаться вот эта маленькая диджайка 56 грамм по моему она весит заезжаем на синюю трассу немного колбасы опять же плохой свет соответственно я потом буду эти кадры пересматривать и также как и вы не сразу пойму что по цвету и как камеры пишут видео в данных условиях еще маленький прыжочек я прямо чувствую как на голове gopro уколбасит она в эти вот и и и трясет очень сильно надо было прыгать итак диджай на шлеме gopro на груди gopro пишет звук без ветрозащиты как раз можно сравнить какое качество звука в биджай когда она смонтирована в одном модуле без нижнего модуля без дополнительного экрана и в gopro ну естественно в своей обычной версии вот на голове сразу скажу что на голове камера маленькая ну естественно лучше ощущается посмотрим как стабилизация на контракт здесь еще тормозных волн полным полно объезжаю лужу и так напоминаю диджай action 2 на моей голове на груди gopro девятка судя по всему так же как и gopro камера издает звук когда я начинаю запись то есть она во включенном режиме пикает один раз и это очень удобно если камера находится на шлеме и вы не знаете какой момент точнее и вы не знаете не видите монитора чтобы проверить и удостовериться то что камера записывает или нет на голове камера вообще не ощущается и это очень круто это очень удобно на контрильном шлеме так подавно его gopro шка контрильный шлем стягивает в сторону очень сильно про и новая камера новая камера вот В общем, как вы поняли, для даунхильного велосипеда определенно, однозначно, точно, совершенно уверенно, Action 2 это лучший выбор, по крайней мере из-за своего веса. Ну, то есть, стабилизация это, конечно, круто, но вес, опять же, у нас выигрывает, хотя и стабилизация у нее очень-очень приятная, есть и стандартная стабилизация Rocksteady, есть залоченный горизонт, когда ее можно крутить как угодно, горизонт у нас не плавает от этого, но разрешение только 2,7к. Теперь давайте про наше любимое, FPV-шечка. Вот такая хорошенькая маленькая на цифре, и если мы ставим сюда GoPro, летает она хуже и меньше, ставим сюда Action, летает она, естественно, лучше и дольше, потому что камерка совсем маликусенькая, и это здорово. Но! Есть всегда огромное но, и это RealSteady. RealSteady это программа, которую купила DJI, и она помогает стабилизировать файлы с GoPro, используя данные с гироскопа и акселерометра. Естественно, поскольку GoPro ее купила, DJI пользоваться ей не может, да, в общем-то, и не могла никогда, то есть встроенная стабилизация в камеру у нас отрабатывает отлично, кадры плавные, классные, но RealSteady мы использовать не можем, RealSteady остается на эксклюзиве у GoPro. Я надеюсь, что DJI через какое-то время выкатит какую-нибудь аналогичную программу или, зная их, встроит прямо в камеру, и у нас будет, фух, однозначный выбор в сторону экшена, потому что GoPro очень тяжелая. Да, делают нейтеды там с восьмерок, девяток, десяток, полностью разбирают все, остается буквально вот платка и камерка, к ней подводят питание прямо от дрона, настройки камеры все идут с помощью QR-кодов, и, в общем, все это сложно заморочно, при неудачных посадках она ломается, вырубается, и, в общем, с ней творится фигня, а весит она вот примерно столько же, то есть это идеальная камера не только для полноценной пятерки FPV-шной, но и для какого-нибудь синивупа, который без большой тяги может таскать только нейтед, а тут взяли полноценную хорошую камеру без раздевания, без ничего, поставили, и все классно летает. Еще несколько очень важных моментов, ну, по крайней мере, для меня. Я пользователь андроида, у меня Samsung, для ребят с айфонами можно это пропустить, приложение работает классно, скачивается из App Store, все здорово, но для андроида вам придется качать приложение с сайта DJI, в Google Play его почему-то нет, то есть вот этот DJI мимо качается файлом с сайта DJI и устанавливается на телефон, то есть с этим все окей, оно ставится нормально, но по какой-то причине в нормальном магазине с приложениями его нет. Обидненько, да, на айфонах есть, а тут нет, нехорошо. Идем дальше, GoPro, теперь будем про нее, открываем крышечку вот эту боковую, сейчас вот так вот, оп, и она отваливается. Это не моя GoPro и даже не я ее сломал, но тем не менее, человек ее не бил, не крашил, но она отваливается и фигово, ну, то есть это механическая часть, которая может сломаться, и она сломалась буквально вот через месяц, она перестала нормально работать, она теперь просто отпадает при каждом открытии, и это очень не здорово. Если у кого-то были такие же проблемы, и это не единичный случай, напишите, пожалуйста, в комментариях, будем собирать статистику. Еще пара важных моментов. GoPro иногда отключает запись, и это очень неприятно, особенно если вы ее завесили куда-нибудь там на вертолет, и она не сняла кадр, просто выключилась через 10 секунд записи. У меня такое было в морозилке, в морозильном тесте, когда мы положили ее к салу, в шикарную компанию, она взяла и вырубилась через 5 минут записи, я достал обе замороженные камеры, они оттаивали красивенько, но тем не менее, GoPro выключилась, мне пришлось перезаписывать тесты. Потерял время, все это как бы не очень здорово, не очень классно, и такого быть не должно, GoPro славится своими зависаниями и обрывом файлов. Экшн, камера новенькая, и у нее таких проблем пока что не было, возможно, в будущем они возникнут, но тогда и будем смотреть. По крайней мере, на тестах у меня никаких с ней проблем не было вообще, и это здорово. Еще один немаловажный для меня фактор, это экранчик. Здесь он маленький, но он работает прям четко, вот как на мобилочке, ты берешь так пальчиком, тык-тык-тык, и все классно. На GoPro иногда приходится пальцем прям туда нормально так нажимать, чтобы оно работало. Мелочь, а все-таки неприятно, да? Обе камеры перегреваются. GoPro это, в общем-то, признала, экшн от DJI, я думаю, что ребята тоже признают. Видео в интернете очень много, что она там перегрелась и пипец-пипец, но если вы записываете 4К 120 кадров дома где-нибудь под одеялом, то да, такое будет. Если вы будете делать это на улице, то, наверное, нет. Плюс ко всему, здесь есть порог отключения по температуре, вы можете поставить высокий, и тогда отключаться она будет из-за перегрева позже. Хотя у меня лично ни разу перегрева не случалось, вот за все тесты, которые мы писали, вообще ни разу проблем не было. Да, она нагревается, да, она горячая при зарядке, при записи с большим битрейтом, да, она нагревается, но она ни разу не вырубалась. И с этим проблем лично у меня не было. Но если у кого-то были, опять же, пишите в комментарии, будет интересно обсудить, поделиться опытом. Экшн 2 или GoPro тут прям точно сказать нельзя. Если вам нужно большое время работы, если вам нужны сменные аккумуляторы, сменные флешки, наверное, такой более профессиональный подход, то GoPro, пожалуй, будет лучше. Если вы хотите удобненькие таймлапсики, маленький форуфактор, легонькую, чтобы с шлема не сваливалось, ну, в смысле, не сваливало шлем с вас вместе с камерой, вы хотите, чтобы было все легко, красивенько, классненько, такой вот, как айфончик, то, наверное, экшн 2 все-таки лучше. По поводу дронов тут непонятно. Вообще, экшн 2 намного лучше для дронов. Ну, то есть, она меньше, она легче и всячески крута. Но Real Steady все-таки на GoPro, и это важный момент для многих. Так что тут уж думайте сами, что лучше вам, маленький вес или возможность крутой пост-стабилизации на компе за деньги. Ну, тут выбирать вам. Мне больше нравится экшн, потому что она красивенькая, маленькая, и мне нравится экосистема из двух модулей. С переливанием файлов, энергии, вот этим всем. В общем, она клевая, мне понравилась. И в выборе, что взять, GoPro или экшн 2, я выбрал экшн 2, заплатил за нее кровные деньги. Так что теперь это моя камера, я ее уже не отдам. А вот эта отправится обратно к владельцу. Вот такие перги. С вами был я, Александр Малков, канал Коптер Тайм. Лайкусечки, колокольчики, комментарии. Если вы что-то не поняли, где-то я что-то затупил, как обычно, но я же не мог не затупить, правильно? Пишите в комментариях, не стесняйтесь, я это очень люблю. Все, пока-пока.